Вологда, помимо рисовой каши и геркулесовой, решила предложить нам еще и снежную. Вологда расположена в северо-западной части России на реке с одноименным названием. Город имеет богатую историю, наделенную множеством интересных фактов. Знаете ли вы, что Иван Грозный хотел назначить Вологду столицей, но передумал, когда рядом с ним упал осколок кирпича с потолка Софийского собора, едва не убив его? Тогда князь решил, что это знак свыше и оставил эту идею. Вы знаете, я вот сейчас гуляю по Вологде и у меня создается впечатление, первое, особенно вот этот снег, то что пошел и везде все белое вокруг, что находишься, ну что ли, в русской сказке, повсюду церкви и, конечно же, много деревянных домиков, которые еще больше погружают в такую атмосферу старой русской деревни или старого русского города. Это очень классные такие ощущения. Если вы сюда приехали на машине, город очень небольшой, вы можете очень быстро там, буквально за 5 минут туда, 5 минут сюда перемещаться. И одного-двух дней здесь достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Если вы приехали на вокзал, не на машине, то вы можете взять какой-нибудь такси или автобус. Такси здесь очень недорогие и приемлемые цены. Кружево плетение также зародилось именно здесь. И более того, вологодские мастерицы в свое время брали призы на выставках Парижа и Брюсселя. Вологодское кружево называют одной фразой «застывшие краски северной зимы». Угадайте, какие самые наиболее популярные сувениры в Вологде. В каком-то смысле они даже являются символом города. И они отлично подойдут в качестве подарков для друзей и близких. Это местные глиняные или фарфоровые колокольчики. Среди них есть и те, которые выполнены в виде памятников архитектуры. Для тех, кто предпочитает сладкие сувениры, Вологда также приготовила подарки. Этот город, в котором можно попробовать дореволюционную выпечку. Рыбка, белочка, баран. Их можно найти в булочных городах. Во второй раз сегодня захожу в кафе. И, что бы вы думали, кроме кофе и выпечки ничего нет. Ребята, вологодцы, что такое? Вы не кушаете ничего, кроме пирожков и кофе с чаями? Где еда? Ну, как бы понятно, в горошке это все дело хорошее. А еда где? Гостиница вообще, ребята, супер. Вы все сами видели. Определенно рекомендую. Я вы знаете, то есть 3500. У вас в это входят завтраки. И у вас в это входит посещение спа-зоны. Где есть финская сауна, где есть турецкая сауна. Где есть джакузи с массажем. Все там промассажирует после хорошей длительной поездки. Бассейн. Ну, как бы класс. Класс. Отличные номера большие. Здоровенная кровать. Мне все понравилось. Все продумано. Хорошая еда. Класс. Класс. Настроение отличное. Едем смотреть Вологду. Вологодский Кремль. Вологодская маслица. Что же смотреть в Вологде? Ну, естественно, первое. Это самый центр. Это Вологодский Кремль. Вот, собственно говоря, я здесь в центре его и нахожусь. Если вам интересно прям получить очень крутую экскурсию в Вологде, то, естественно, лучше взять себе экскурсовода, который знает огромное количество историй всяких разных. Ваше пребывание и посещение Вологды будет гораздо более насыщенным, скажем так. Ну, если вы не хотите экскурсоводов, а вот как я, бегом, все самостоятельно, налегке, то тоже вы отлично проведете время. Я уверен. В начале улицы Ленинградская находится самый популярный мост у молодоженов. Считается, что если по мосту жених без проблем пронесет невесту на руках, то жизнь у них сложится самая сладкая. Мост на Ленинградской, кстати, самый короткий в городе. Что объясняет такую популярность на свадьбах? Когда решите пройтись по достопримечательностям города, обязательно обратите внимание на церковь Святого Николая. Она здесь эдакая местная Пизанская башня. Угол наклона ее колокольни бросается в глаза еще издалека. Архитектурные формы храма были частично изменены позднейшими реконструкциями. Но он сохранил свою былую монументальность, которая в целом была характерна для Вологодских церквей середины 17 века, во многом подражавших Софийскому собору. Из того, что еще необходимо посмотреть обязательно в городе – Вологодское деревянное зодчество, которое здесь довольно просто встретить, гуляя по улицам. Вологда имеет хорошо сохранившееся, богатое и оригинальное наследие русского городского деревянного зодчества. В начале 21 века в городе насчитывалось от 105 до 170 деревянных памятников архитектуры. В Вологде представлены все основные виды деревянных дворцов 19-го – начала 20-го веков, среди которых дворянские, купеческие и мещанские. А в числе архитектурных стилей имеются классицизм, ампир, модерн. Вот вам один супер пример, как надо строить, делать дома. Во-первых, сам домик обалденный, красивый. Впереди заборчик низенький, аккуратненький. Все высажено деревцами. Просто класс. Просто класс. Это один пример, а здесь таких куча. Если вам не очень интересны все эти классические традиционные штучки-дрючки, среди необычных музеев так называемый мир забытых вещей. Это место, где хранятся предметы дореволюционной эпохи, каждый из которых имеет свою тайну и историю. В Вологде вы также можете найти и необычные памятники. Если, к примеру, в Ульяновске есть памятник букве Йо, то в Вологде букве О. Памятник был установлен в городе в 2012 году с целью увековечить оконья. Одно из наиболее характерных явлений северных русских говоров. А на набережной реки Вологды есть даже кованая скамейка посидим по окоям. Вот уж действительно подходящее место для селфи с удивленным выражением лица и губками, застывшими в форме буквы О. Вологду определенно можно назвать городом, который хранит многолетнюю историю со своими традициями. Но и также не отстает от современности, поэтому каждый найдет, что посмотреть интересное ему. У меня Вологда всегда ассоциировалась с песней группы Песни Рыбин. Где же моя темноглазая, где Вологде, где, 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 Вологде, где... Там есть фраза «в доме, где резной палисад». Так вот, этот дом, он реально есть, и там даже установили табличку специальную. Резной палисад. Вы знаете, что такое палисад? Я не знал. Честно, не знал. Палисад – это забор. То есть, резной палисад – это резной забор. Что из минусов? Если вы, вот как я сейчас, попали в холодное время или в дождь, или еще что-то, здесь в округе очень мало кафушек. И реально надо искать. То есть, просто сходить, выпить кофе, зайти где-то согреться, помыть ручки, перекусить. Здесь этого всего немного в центре. Даже удивительно, честно говоря. Если идти дальше от Кремля, то вы можете выйти на набережную. Здесь есть небольшой парк. Очень красивый вид. Несмотря на то, что пасмурно. Обязательно посетите картинную галерею, потому что там находятся оригиналы картин Репина, Айвазовского, Левитана. Многие работы были переданы сюда Третьяковской галереей. Друзья, не забывайте поставить лайк данному видео. Это помогает развитию нашего канала. Пишите в комментариях об особенностях ваших городов. И, возможно, мы снимем ролик про них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин